Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Кто является сильнейшим шахматистом в мире? Этот вопрос волновал умы любителей профессионалов шахмат во все времена, ну, с начала 90-х годов и по сегодняшний момент ответ на этот вопрос однозначен. Сильнейшим шахматистом в мире является Василий Михайлович Иванчук в хорошей форме. Последняя поправка очень важна, потому что Василий Михайлович известен своими перепадами в карьере. То у него были головокружительные взлеты, как Линарес в начале 90-х, который он с блеском выиграл. То чувствительное поражение, как финал чемпионата мира Фиде в начале 2000-х годов против Руслана Пономарева, который он проиграл. Но всегда мы знаем, что если Василий Михайлович в ударе, то ему не страшен никто. Стоит вспомнить, как он вырубил первую доску в 2010 году на шахматной олимпиаде, обеспечив своей команде первое место. Ну, а также недавний успех на чемпионате мира по быстрым шахматам. И он обыграл Магнуса Калсена и многих сильных шахматистов и по праву занял первое место. И вот в этой партии его соперником, который играл черными, был никто иной, как тогдашний чемпион мира Гарри Кимович Каспаров. Не нужно говорить, кто такой Каспаров, какова сила его игры. Все мы знаем его сокрушительные атаки. Но в то же время мы знаем, насколько сильна была его дебютная подготовка. Особенно белыми, да и черными он, в принципе, тоже отличался очень сильными разработками. У него была серьезная команда помощников. И подловить Каспарова в дебюте, об этом можно было только мечтать. То есть это мы увидели только несколько лет спустя, когда он проиграл решающую партию в матче против компьютера Deep Blue. Но в 1994 году, когда игралась эта партия, на мемориале Эйве в столице Голландии встретились два шахматиста. И Иванчук сумел нанести Каспарову чувствительный удар в любимой сицилианской защите. Итак, посмотрим по ходу дела. Будем обращать внимание на комментарии Уве Бенша. Вот такая пешечная формация А6-Д6 говорит о том, что избрана система Найдорфа или вариант Найдорфа, как правильно говорить. Ф4, ферзь С7. И вот здесь Иванчук применил новинку для того времени, ход ферзь Ф3. Сейчас таким ходом сыграны уже сотни партий на высоком уровне. Но тогда этот ход был новым. Конь Ф3, конечно, это был основной ход. Но, возможно, именно в этом кроется причина такого дебютного разгрома, который учинил Иванчук своему грозному сопернику. До поры до времени Каспаров реагировал соответствующим образом. Ж6, слон Е3, слон Ж7, Х3. Ну и в этой позиции Каспаров сыграл Е5. Хотя были альтернативные варианты. ФЕ, ДЕ. И вот здесь последовал очень интересный ход. Слон Х6. Есть такие возможности в дебюте. Видим, что здесь пытается Иванчук выбить опору из-под коня на Ф6. Отметим, что такой немного вяловатый ход. Конь Б3 ничего не давал, так как черные просто рокировали. Ну, у белых здесь ничего нет. Ну, а слон Х6 заставил Каспарова решать конкретные задачи. И нужно сказать, что Каспаров с ними, к удивлению, многих, наверное, в то время не справился. Почему? Потому что, видимо, Иванчук применил очень сильный ход. И так звезды сошлись. Или, может быть, Каспаров не знал определенных идей, заложенных в этом ходе. Может быть, просто эффект неожиданности сработал. Мы не знаем этого. Но отметим, что ход слон Х6, который сделал Каспаров в этой партии, это серьезная ошибка. Каспаров понадеялся, что этот чернопольный слон будет компенсировать ослабление коня на Ф6, ослабление пешки на Е5. Ну, нужно сказать, что рокировка, ход был еще хуже. Почему? Потому что следовало взятие на Ж7. Ну, и, конечно, очевидный ход Ф6. Король Ф6, шаг, король Ж7, конь С7. То есть, здесь на Д4 не успевают черные сыграть, так как ладья под боем. Но лучше был ход конь Х5. Это указал сам Иванчук. Идея в том, чтобы разменяться на Ж7. Здесь мы видим, что слон уже реально под боем на Х6. Дальше. Взяли-взяли. Конь Д5. Да, поле Ф6 ослаблено. Ферзь Ф5, Б4, ферзь Д8. Конь Ф6, король Ф8. Конь Б3. И вот здесь есть такой интересный ход, как конь Ф5. Перекрывая линию действия ферзя, мы видим, что конь на Ф6 уже атакован. То есть, здесь черные, в принципе, держались. Ну, а Каспаров побил этого слона. Последовала, конечно, ферзь Ф6. И рокировка. То есть, на это шли черные. В принципе, слон у них есть. Пешка на Е5 пока не падает. Но белые владеют инициативой. Конь Д5. Ферзь А5. И Б4. Конечно же, это все ходы, которые бы сделали, наверное, мы с вами тоже. Ходы очевидные, ходы форсированные. Но дело в том, что в этой позиции почему-то Каспаров сыграл Ферзь Д8. Вот это уже действительно очень серьезная ошибка и решающая в этой партии. Подробно остановимся на этом моменте. Конечно, стоило Каспарову сыграть слон Ж7. Но, видимо, что-то в этом варианте ему не понравилось. Смотрим, как могла развиваться партия в этом случае. Ба, слон Ф6, конь Ф6. Ферзи разменялись. Но пока еще острота позиции не исчерпана. Король Ж7. И, как мы видим, оба коня белых оказались под боем. В такой ситуации нужно отдавать одну из фигур подороже. Этому способствует ход конь Х7. Ну, если сыграть конь Д5 в этой позиции, то тогда ЕД, конь Б6, ладья А7, 3-0, конь С6, защищая пешку на Д4, нападая на пешку А5. Слон Е2 и слон Е6. Слон напал на пешку А2. То есть, вот такая возникала позиция. Она равная. У черных, в принципе, хорошая игра. Ну, белый немножко имеет такую растрепанную пешечную структуру. Конь Х7, поэтому забираем пешку. Дальше король Х7 и конь Ф3. Можно было сыграть также конь Б3. Видимо, этот ход был лучше. Конь С6. Видим, что пешка на А5 уже защищена конем. Слон С4, слон Е6. Взяли, взяли. 3-0. Ну, и здесь все-таки, наверное, шансы белых повыше. У них перспективы образования отдаленной проходной по линии H. Ну, конь Ф3, такой вариант возможен. Конь С6, слон С4, Ф6 и слон Д5. То есть, у белых здесь небольшой перевес. Но Каспаров почему-то не пошел на этот вариант и сыграл ферзь Д8. Конечно же, он понимал, что в этом случае он отдает ферзя. Но надеялся получить солидную компенсацию. Чего не случилось. Конь Е7, конечно. Приходится брать ЕД. Рассмотрим позицию. В данном случае за ферзя у черных всего 2 легкие фигуры. Но чернопольный слон достаточно силен. Фигуры эти достаточно быстро войдут в бой. И, возможно, здесь возлагал определенные надежды Каспаров еще на пешку Д4. Но нужно сказать, что вот здесь позиция уже фактически объективно для черных проиграна. И мы сейчас будем смотреть, как же Иванчук реализовывал свой большой перевес против сильнейшего шахматиста мира на тот момент. Слон С4, конь С6 напали на ферзя. Ферзь С5. Ферзь здесь расположен хорошо. Он защищает пешку на Б4. Держит под напряжением пешку Д4. И напасть на этого ферзя не так-то просто. Слон Е3 пошел в этой позиции Каспаров. И он, видимо, в предварительных расчетах видел, что вот эта связка пешка плюс слон доставит белым определенные неудобства. Потому что, видим, рокировку нельзя сделать ни на королевский, ни на ферзевый фланг. В боях случаях король оказывается под ударом слона. Но здесь Иванчук применяет хорошее практичное решение. Он решает пожертвовать качество. То есть отдать часть материала и выбить вот этого слона на Е3. Таким образом упрощая позицию и получая ясные ориентиры для дальнейшего развития игры. И он сыграл Ладья Ф1. Конь Д8. Ну, вот здесь был вариант А5. Но белые, конечно, не берут на А5. А играют Б5. Стесняя позицию черных. И на Конь Б4 следовал ход ферзь Е7. И видим, что у черных из-за неразвитости не хватает сил, чтобы защитить пункт Ф7. Поэтому здесь белые быстро побеждали. Поэтому Конь Д8. Конь поддерживает поле на Е6. Куда выйдет слон. Ладья Ф3. Слон Е6. И жертва качества. То есть в этих ситуациях, когда у вас большой материальный перевес и дальнейшая игра может привести к тому, что вы потеряете именно нить игры и не сможете противостоять планам соперника. В таких случаях лучше отдать часть материала и получить ясные ориентиры для составления дальнейшего плана. И вот здесь Иванчук понимает, что слон на Е3 ему мешает. И отдает качество. Взял, взял и забрал. Позиция немного упростилась. Мы видим, что за ферзя теперь уже ладья и конь у черных вроде бы больше. Но на самом деле, если присмотреться, все-таки у белых ферзь и пешка за ладью и коня черных. Что является решающим материальным перевесом. И здесь белым играть проще. А5, Б5. Не вскрываем ладью черных. Ладья АС8, 3, 0. Ладья АС5, атакуем пешку. Защищаем пешку, предлагаем размен ладей. Конечно, черные здесь должны стремиться к какой-то сложной игре. Можно было сыграть ладья Ф8 здесь, но был бы размен Б6. И здесь фактически у черных очень много слабых пешек. Особенно пешка Б7. С ее потерей, скорее всего, придется за пешку Б отдавать одну из фигур. Поэтому Б6. То есть здесь Каспаров пытается создать крепость. Понятно, что на взятие ладьи последует конь Ц5. И уже какая-никакая компенсация где-то виднеется. Хотя, честно говоря, пешка на Б6 тоже такая слабость, с которой белый ферзь рано или поздно подберется. Но Иванчук играет еще сильнее. Он сыграл ферзь Ж3. А ладья Ц7. Если сыграть ладья Ф8, то здесь уже можно брать конь Ц5. И вот то, о чем я говорил. Ферзь цепляется к пешке Б6. Защитить ее нормально не удается. Если побить пешку на Е4, то, конечно, ферзь Б6. Ну, а если конь А4, защищая ее, то Е5. И мы видим, что очень сильный прорыв по центру. Просто рушит позицию черных. Очень вероятно, что одна из черных фигур окажется под ударом ферзя. Поэтому ладья Ц7 отвел ладью Каспаров. Ферзь Д6. Ладья Ф8. Ну, конечно, пешку на Ц2 отдавать не нужно. Ладья Д2. Ладья Б7. Не лучше и конь Ц5. Потому что следует ферзь Б6. Конь Е4. Ладья Д8. То есть, он такой интересный ход. Размен ладей. То есть, так-так. И здесь у белых уже проходная. Которая потребует жертвы одной из фигур. Поэтому ладья Б7. Ж4. Ну, в принципе, усиливающих позицию ходов у белых здесь уйма. Поэтому здесь не о чем пока говорить. Конь Ц5. Ферзь Ф6. Ну, здесь вроде бы как зевает вилку Иванчук. Ну, понятно, что это все легко опровергается. Если играть конь Е4, то находится шаг. Взяли-взяли. Король Ж7. Ферзь Д4. Чтобы не потерять коня сразу, приходится играть конь Е6. Ну, и здесь Ж5. Лишний, лишний. Получается, ферзь против ладьи. Поэтому А6 препятствует ходу Ж5. Е5. Ладья Е8. Все-таки, ну, все-таки какое-то подобие крепости черные построили. Нужно отдать должное Каспарову, потому что в таких позициях держаться то количество ходов, которое он продержался в этой партии, еще нужно очень уметь. Мы видим, что поле Е6 здесь пока что под контролем черных. Поле С5 они пока что укрепили. Ладья на Б7 надежно защищает пешку на Б6, а также пешку на Ф7. Но все же ресурсов для усиления дальнейшей своей позиции у белых, повторюсь, достаточно много. И один из этих ресурсов это наброс вперед пешек королевского фланга. Это приведет к неименуемому вскрытию позиции, ну и как вариант матовой атаки на черного короля. Х4. Король Х7. Видит, что грозит наброс пешки, поэтому как-то пытается усилить позицию на королевском фланге. На К4 по-прежнему есть отход ферзя и атакованы сразу три черные легкие фигуры, что ведет к дальнейшим упрощениям позиции, выгодным белым. Король Х7, Х5 и Ж5. Тоже вариант такой, видимо, самый упорный. Дело в том, что на ладье Е6 последовало бы пронежуточное взятие на Ж6. И король Ф8, ладье Е5. Белые фигуры заходят в тыл к черному королю, выгрозит мат, от которого защиты нет. Поэтому Ж5. Каспаров пытается держать позицию закрытой. Но ослабилась пешка А6. Ладья Д6 и приходится менять ладьи. Ферзь Д8. Тоже очень интересный год. Сразу не меняет ладьи здесь Иванчук. Король Ж7. А что было бы, если бы забрали ладью? В этом случае очень интересный вариант, видите. Вернее, не ладью, а пешку, извиняюсь. Значит, интересный вариант, состоящий в том, что белый жертвует ладью на А6. Король А6 и вот такой прекрасный мат. Это говорит о том, что даже при реализации вот такого большого материального преимущества нужно призывать на помощь тактику. Ну и красивый очень мат. Король Ж7. Конечно, Каспаров этот мат не зевает. А3, далее А4, король Б2. И неожиданно, при большом количестве фигур на доске, черный оказывается в цухцванге. Почему? Потому что ладья здесь не ходит. Так, пешка на Б6, она оказывается под ударом. То есть, и ферзь, и ладья контролируют. Дальше, если конь пойдет, а в принципе ему особо некуда ходить, кроме Е4, то будет размен на Е6. Что опять же ведет к улучшению позиций белых. Ну, то есть, если сыграть так, то можно, в принципе, даже разменяться на Е6 и цепляться к пешке Е6. То есть, вот такой вариант. Хотя, можно сыграть и, например, вот так. Или ферзь Д3, да, здесь указывается. Ну, вариантов здесь очень много. Ясно, что пешка А4 слаба. То есть, где-то ферзь G6 будет шаг. Достаточно сыграть, например, ферзь Е6 здесь. И приходится играть ладей всем, чтобы не было ферзь G6. То есть, слабостей учебных много, но ферзь в таких позициях особенно силен. Дальше. Если сыграть в этой позиции король А7, так, король А7, то тогда ладья С6. Идея понятна. Ладья заходит в тыл и создавая матовые угрозы, да. Ну, а если брать, то появляется сильнейшая пешка С. Потому что Каспаров сыграл, видимо, наилучшим образом ладья БЕ7. Но после ладья Б6 признал свое поражение, потому что на ладья Б6. Ладья Д7, например, такой ход. И ферзь Б8. Видим, ферзь Б8. Появилась проходная пешка Б у белых. Поэтому рано или поздно они здесь побеждают. Ну, а если сыграть ладья Б6, ферзь Е7, ладья Б5, король С1, конь Е6. Здесь крепость не получается построить, потому что следует шах на Ф6, король Ж8. Взяли-взяли. Ну, ферзь Ф6, пешка А решает партия. То есть, здесь Каспаров, конечно, отбивался, но нужно сказать, что партия решена была вот этими двумя ошибками. Слон бьет Х6, ферзь Д8. Прекрасная победа молодого Василия Иванчука, еще раз подтверждающая тезис о том, что сильнейшим шахматистом в мире является именно Иванчук в хорошей форме. Я думаю, вам эта партия понравилась. Спасибо за внимание и до свидания.